Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». В Москве состоялась встреча министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова и главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова. Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов власти региона с подразделением МЧС, действующими на территории республики в периоды сезонных рисков, а также в преддверии зимнего туристического сезона. Александр Куренков дал высокую оценку профессионализму работы поисково-спасательных служб МЧС по республике. Рашид Темрезов поблагодарил министра и его коллег за поддержку Карачаева Черкесии и регионального МЧС в вопросах профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Урожай зерновых колоссовых в этом году не рекордный, но и неплохой. Пшеницы собрали достаточно, и этого вполне хватит для обеспечения продуктовой безопасности республики. Вывозят зерно и за пределы Карачаева Черкесии. Отгрузка по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза. Насколько соблюдены требования к хранению, об этом рассказали специалисты Россельхознадзора. Подробности у Альбины Ламковой. Это не бархан и не пустыня. Мы находимся в зернохранилище. А красивый пейзаж у нас создан из кукурузы. Ее хранят, соблюдая все технические условия, так как она считается одной из главных продовольственных культур нашей страны и служит основным продуктом сельского хозяйства. Зерно проходит длительный путь от посева семян в поле до готовых продуктов на нашем столе. На каждом этапе необходим комплексный контроль качества, насколько оно пригодно для человеческого потребления. Эти характеристики устанавливаются в соответствии с ГОСТом и оцениваются в специализированных лабораториях. Управление Россельхознадзора обращает внимание участников, заинтересованных в покупке и продаже зерна, чтобы отбор продукции осуществлялся в строгом соответствии с требованиями правил по карантинному надзору и контролю. Отобранные образцы запечатывают со всей пакеты и отправляются в подведомственные Россельхознадзору лаборатории. Анализ зерна позволяет определить печевую ценность, качество, стоимость, безопасность и область применения конкретного сорта или партии. Результаты оценки зависят от генетических особенностей растений, условий выращивания и хранения. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль при отгрузке зерновых и масленичных культур из нашей республики в регионы России. Количество составило более 74 тысяч тонн, при этом из них 14 тысяч – это зерно нового урожая. Большая часть зерна поступила в парке Краснодарского края, Астраханской области и в республике Данистан. По сравнению с 2022 годом отгрузка с республики увеличилась более в два раза. С чем связан высокий спрос на наше зерно из нашей республики? Ну, зерна у нас в республике много, хорошее зерно, качественное, что подтверждается лабораторными испытаниями. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки – это залог успеха в достижении цели снижения количества нарушений, отметил Аслан Хубиев. Результаты анализа – самый главный документ, на основе которого формируется стоимость продукции. И именно ее оценка влияет на цену зерна в контрактах на поставку. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. В рамках празднования 96-й годовщины города Карачаевска в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» появилась аллея педагога и наставника. Деревья были посажены по инициативе главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в рамках года педагога и наставника. На открытие аллеи побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сама идея открытия этой аллеи дает возможность задуматься об истинной значимости учителей, наставников жизни каждого. В посадке деревья приняли участие министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко, мэр Карачаевска Марат Урусов, председатель региональной организации профсоюза Марина Чудчаева и исполняющий обязанности ректора Кычагу Талсултан Узденов. Мы надеемся, что это событие напомнит всем нам важность образования и ценности благородной профессии учителя. Аллея символизирует дань и почесть нашим дорогим учителям в память и в поклонение того, что наши учителя являются тружениками на самом деле. Ежедневно они приходят сегодня в школы, любят своих детей, безмерно любят, любят свою работу ежедневную. Для популяризации профессии учителя в том числе мы открываем такую аллею в год педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В свою очередь исполняющий обязанности ректора Кычагу имени Умара Алива Талсултан Узденов подчеркнул, что появление аллеи педагога и наставника имеет особую значимость и отрадно, что именно здесь, в парке Зеленый остров, появится эта аллея, которая будет символизировать титанический труд педагога, подытожил Талсултан Узденов. Сами ростки дерева, они олицетворяют те знания, ту доброту, которую вкладывают наши педагоги в наших детей. И они видят потом их плоды и радуются. Больше радости для педагогов, для работы учителя нет. И вот эта аллея памяти, которая олицетворяет труд педагога и наставника, будет всем, кто здесь будет проходить, напоминать об этом, как они будут свести. И точно так же, как знания и доброта, которые будут вкладываться нашими педагогами в молодые души наших ребят. После всех гостей мероприятия по стиле выставку, представленная кафедрой декоративно-прикладной искусств и дизайна Кычагу, связанная с культурой и традициями народов республики. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Карачаева, Черкесия присоединилась к всероссийскому марафону донорства костного мозга и крови «Давай вступай». Об актуальности проблемы рассказал приехавший в нашу республику Артем Алискеров, который в рамках акции совершает марафонские забеги в каждом регионе участники. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Более семи десятков регионов уже стали участниками акции, которая призвана напомнить о проблеме с донорством костного мозга. Сегодня к марафону «Давай вступай» присоединилась и Карачаева, Черкесия. Артем Алискеров – гость нашей республики и, можно сказать, лицо всероссийской акции и благотворительного фонда «Вторая жизнь». Ему тема очень близка. А в рамках проекта Артем уже совершил более 50 марафонских забегов. Это максимально моя история, потому что в 2019 году мне поставили диагноз острый лимфобластный ликоз. Я прошел 31 курс химиотерапии. И мое лечение длилось практически три года, но мне донор не потребовался. То есть врачи боролись за мой костный мозг успешно. Но со мной лежали в палате два человека – Андрей и Саид. Саид из Дагестана, которым нужны были доноры. Самое удивительное, что Андрею в России нашлось четыре человека. Это фантастические показатели. Все отказали. Ну а Саиду по всему миру не нашли. После этого при непосредственном участии благотворительного фонда и появилась идея, как лучше всего заявить о проблеме и увеличить число желающих стать донорами костного мозга. О количестве участников акции в Карачаево-Черкесии можно судить по заполненным коридорам региональной станции переливания крови. Судебные приставы, представители Росгвардии, полиции, образовательных организаций и волонтеры. Кого здесь только не было. Каждый пришедший прекрасно понимал, насколько важным для чьей-то судьбы является сделанный шаг. Быть может, именно теперь у кого-то появилась надежда на полноценную жизнь. Полторы тысячи человек нуждаются и животных в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И только 0,1% жителей России вошли в регистр доноров костного мозга. И поэтому сегодня, придя сюда и став донором, это означает дать шанс на жизнь этим людям. Для чего вообще это все нужно? Очень растет число онкологических заболеваний, гематологических заболеваний. И каждый год более 20 тысяч человек нуждаются в пересадке костного мозга. И многие, к сожалению, не доживают до этого момента. Для того, чтобы вы поняли цифры, сейчас у нас в регистре, в федеральном регистре, немногим более 200 тысяч людей. При этом в аналогичной базе Германии таких 9 миллионов человек, а в Соединенных Штатах 11 миллионов. То есть у наших медиков значительно меньше возможностей спасти тех, кому нужна срочная пересадка костного мозга. В федеральный регистр могут вступить все желающие. Достаточно сдать 2-3 миллилитра крови. Акции в поддержку донорства костного мозга проходят во всех регионах России. Среди участников известные в различных сферах деятельности люди. Мероприятия продлятся до 10 ноября. Артур Мухцев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. В рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» в Черкесске состоялся показ спектаклей русского театра драмы и комедий «Калмыкии». Зрителям нашей республики артисты привезли две сказки «Незнайка» и сказ про Федота Стрельца «Удалого молодца». В ходе пресс-конференции артисты ответили на вопросы нашего корреспондента Дарьи Тендит и рассказали о красочных запоминающихся моментах. Ваш театр в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» получил массу положительных отзывов от зрителей. Расскажите про Ваш театр. Наш театр в принципе молодой, он был создан в 1991 году, уже в прошлом веке, но ему недавно исполнилось 30 лет, уже в этом году 32, значит, да? Достаточно молодой театр был создан из русской труппы при Национальном театре имени Батра-Басангова, то есть это была русская труппа, потом, значит, мы отделились, и вот так создался наш театр. Особенность ориентир на классику у нас в принципе, и надеюсь, я очень хочу в это верить, что в приоритете качество исполнения тех ролей актерских, качество цехов, в общем, чтобы было не стыдно. Перед зрителем, и чтобы не обманывать надежд наших зрителей, поэтому, опять же, в приоритете это уважение к нашему зрителю и любовь. В нашей труппе Республиканская русская театра драмы и комедии Республики Калмыкия 21 человек, и, так сказать, возрастная палитра, она очень, диапазон очень широкий, потому что у нас действующие два актера есть 81 года, и они работают в спектаклях, и у нас каждый действительно, вот Елена Анатольевна говорила, ценен по-своему, и у нас каждый уникален. У нас даже нет вторых составов, потому что, ну, они просто невозможны, у нас очень массовые спектакли, ну, в крайних самых случаях, возможно, в каких-то сказках. Что касается молодежи, может быть, ну, у вас многие театры с этим сталкиваются, мы часто, ну, как, приглашаем и ищем артистов, приглашаем из других регионов. У нас работают выпускники Ростовского колледжа культуры, Краснодарского государственного института культуры, актерское отделение. У нас работают актрисы из Волгограда, из Волгоградского института культуры, поэтому разные школы приезжают, и, конечно, и в том числе, и благодаря этому, ну, вот какое-то разнообразие у нас есть в... В том числе у нас учится и сейчас, в настоящее время, учится артист, который исполнял роль генерала Артем Ким, он учится в ГИТИСе и заканчивает в следующем году, поэтому школа разная. У нас есть выпускники нашего колледжа культуры, поэтому все разные и все по-своему, поэтому интересны. Очень часто работают разные режиссеры с нашей труппой, и по этому спектаклю у нас и разные жанры, и вот разный подход творческий, художественный. Сейчас вот наш художественный руководитель Елена Анатольевна Хабтаханова готовит в этом сезоне, мы открываемся, и две премьеры ее выходят сразу. Это спектакль «Одна ночь», посвященный подвигу ленинградцев, блокадного Ленинграда и комедии, итальянская комедия положения «Любовь, мафия, круассаны» по пьесе Ивана Алифанова «Дети понедельника» или «Очень трудный день». Расскажите, как встретили вас зрители нашей республики? Каждый, кто выходил, люди улыбались, и это было самое лучшее для нас. Мы с кем-то уже даже как-то... Ты выходишь, и люди тебя обнимают, и просят поговорить с артистами. Это очень ценно для артистов, потому что это позволяет понять, что все, что ты делаешь, ты делаешь не зря, и вот это вдохновляет. Давно ли вы знакомы с театром нашей республики, и как произошла ваша встреча? Приезд вашего русского театра в Элисту был в начале сентября, но эти гастроли еще не закончились, потому что к нам обратились специалисты Национальной библиотеки имени Амурсанана, которые попросили показать в День матери в одном из залов Национальной библиотеки видеоотрывки из спектакля «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова, который вы привозили в Элисту, премьерный спектакль, как я понимаю, этого сезона, и рассказать о том, как приезжал русский театр Карачаева-Черкесии. Это, я думаю, ценно и для вашего зрителя, и благодарность актерам за то, что вот они так сыграли. Действительно, наш зал уходил в слезах, и он даже на аплодисментах, просто люди встали и стояли молча. И мы знаем, что и у вас здесь такая же, мы разговаривали с администраторами, с артистами, что такая же история, такой же отклик. Мы знаем, как тяжело работать без сцены, мы знаем, что ваши артисты сейчас вынуждены, но уже шесть лет они работают без своей сцены, без своего театра. Это очень тяжело. У нас буквально три года назад была такая же история, в течение двух лет проходил капитальный ремонт. И нас с удовольствием, ну, как бы большое спасибо нашему национальному театру имени Батра Басангова, приняли, и мы совершенно бесплатно работали на сцене этой. То есть мы делили эту сцену пополам в течение двух лет. Это очень, ну, это какая-то нормальная и дружеская история, это Министерство культуры поддерживало. И пока шел наш ремонт, ну, все ждали возвращения в родной дом, потому что это своя сцена, гримерки, это зритель, который хочет прийти именно к тебе. И когда даже сегодня наши ребята ходили увидеть, потому что очень величественное, большое здание вот театра вашего, огромное, да, и такой исполин стоит, но пока он как бы одинок, но мы верим, мы очень желаем этого артистам, что они обретут свою сцену, свой дом, потому что жизнь идет, идет твой возраст актерский и твои роли, да, и когда ты хочешь то, что можно сделать дома на родной сцене, не всегда возможно это сделать там, ну, на другой, да, когда ты приглашен, когда ты в филармонию пришел, какие-то дни отыграл, и все. Поэтому мы очень-очень желаем артистам обрести свой дом красивый, и, конечно, думаю, что Министерство культуры Карачао-Черкесии в этом поддержит своих родных артистов. Федот Стрелец – покоритель сердец. Именно так прозвали ваш спектакль зрители нашей республики. Расскажите, в чем оригинальность вашего прочтения и постановки? Ну, это скорее как раз вопрос, наверное, не ко мне, а к тем зрителям, которые так назвали. Ну, я только единственное могу сказать, что очень приятно. Когда мы слышим это название, сразу что приходит? Леонид Филатов, да, это вот его моноспектакль, который был записан, я не знаю, в прошлом веке, наверное, еще, да, в 90-е какие-то годы, когда вот вышла эта его в печать, она вышла, эта сказка. И потом на телевидении все мы очень с большим удовольствием и смеялись, и то есть это было остро тогда. Да, и, конечно, вот это прочтение, переложение на музыку, это пришло вообще в голову сначала Аркадию Наминочу Манжиеву, композитору, нашему герою Калмыкии, которого, к сожалению, уже нет, вот полтора года назад его не стало, очень рано он ушел, но очень талантливый, и тоже как бы для Калмыкии уже легендарная личность. Ему пришла в голову такая идея, он написал и назвал это мюзиклом, хотя есть вопросы, есть сомнения, так ли это. По-разному называют, музыкальным спектаклем называют, называют, даже вчера, по-моему, нам сказали, что это оперетта у вас. Но мы привыкли назвать так, как назвал автор. Он назвал это мюзиклом. И мы тоже называем это мюзиклом, нашим мюзиклом. Вот он написал музыку, поэтому, конечно, это новое прочтение. Тоже было несколько интересных моментов. Опять же, я как зритель наблюдала, но наблюдала и за зрителем в том числе. А вот вместе с Еленой Анатольевной мы так, ну, нам было интересно увидеть реакцию зрителя. И некоторые эпизоды вызывали особый интерес или аплодисменты. То, что у нас никогда, например, в каких-то местах не было аплодисментов. Или мы возили в прошлом году этот же спектакль в Волгоград, возили в Майкоп, в Республику Адыгея, и в Махачкалу, в Республику Дагестан. Где-то некоторые эпизоды казались слишком острыми. И, например, дети, именно дети, да, кадеты приходили, и для них вызвало измущение в Махачкале, почему же насмехаются над генералом. Ну, хотя, казалось бы, это герой, часто герой сказок, и всегда бывает особый такой герой, с особым складом ума, да, над которым почему бы из сказки и не посмеяться. Ну, вот, то есть, действительно, находились какие-то особенности. Здесь, например, поцелуй и вызывал какое-то, ну, волнение в зале. То есть, если это пришли дети, которые, мы понимаем, это старшеклассники, которые пришли по пушкинской карте и трепетали, да, и кто-то закрывал глаза. И то, что у нас, например, ну, мы смотрим дома, наш зритель смотрит, не реагирует, здесь реагирует. Или, например, танец с платками, голубицы, когда у нас выходят, и это тоже зритель, а мы это поняли в первый же день, когда просто шли от гостиницы к филармонии, потому что очень много магазинов, которые продают платки. Это особый элемент костюма женского, да, и свадебного костюма. Поэтому, когда вышли наши горлицы с платками, это тоже вызвало аплодисменты, да, хотя обычно это танец, вроде бы, как будто переход. Когда мы показывали в других регионах здесь, это была особенная тема, и тем приятно. Сегодня даже вышла студентка колледжа и в финале пожала руку. У нас на сцене сидит автор, артист, заслуженный артист Республики Калмыкия, Санал Царенов. И она вышла и поняла, что это, наверное, ее шанс вот как-то выразить лично благодарность. Она вышла. Люди, бывает, стесняются и не готовы даже, ну, оформить как-то свой зрительский отзыв, ну, как-то поговорить, да, когда выходишь и просишь записать какой-то отзыв для соцсетей. Но она с удовольствием пожала руку и сказала много добрых слов. И даже после мы прошли за кулисы, и наши скомарохи, она обнимала наших скомарохов, говорила спасибо, потому что для нее, вот она говорит, я теперь всем скажу, чтобы все пришли и посмотрели ваш спектакль. Так что наверняка нам придется еще приехать. Также в рамках программы «Большие гастроли» вы показали нашим юным зрителям спектакль «Незнайка». Какую реакцию вы получили от них? Поскольку спектакль очень интерактивный, и зритель у вас все равно в каждом регионе особенный зритель, есть свой колорит, да, особый. И в Национальной Республике, особенно в такой темпераментной, да, очень горячий, юный зритель, они так реагировали на некоторые вещи, которые мы даже не ожидали. Это было неожиданно. Например, у нас, когда идет эпизод такой, когда Незнайка вместе с поэтом-цветиком пытается найти рифму, к слову, пакля, обычно все сидят, ну, как бы думают, и там какой-то анализ что-то происходит, учителя подсказывают. Здесь дети сразу же сказали, сакля, у них не было вообще никаких сомнений, что рифма существует, а у нас-то по сюжету рифмы нет, и ее надо попакля, мамакля, и то есть это было очень забавно. И когда, опять же, Незнайка придумывает дразнилку про Знайку и говорит, что Знайка пошел на речку, перепрыгнул через овечку, да, оказалось, что, в общем-то, это не дразнилка, это нормальная какая-то история, да, и это тоже для нас было удивительно. И еще в этом спектакле очень много интерактива, то есть там такие эмоциональные качели, актеры, ну, каждый эпизод нужно поиграть с зрителем, и очень трудно потом зрителя собрать внимание. Оказалось, это прям, ну, было таким преодолением, наверное, даже для артистов, потому что зритель готов был играть, готов был поддерживать во всех шалостях Незнайку, то есть они скандировали Незнайка, Незнайка, это была такая ощутимая горячая поддержка, это был интересный опыт, я думаю, для артистов, по крайней мере, из зала мы наблюдали и видели, как это по-разному происходит. Сложно ли было перевоплотиться, и что нужно для того, чтобы вот показать полную отдачу зрителям, чтобы зрители поверили? Ну, во-первых, Федот, он уже более, ну, как, было такое плохое слово, обкатанный уже, он более часто репетировался, да, игрался Незнайка чуть меньше, но все равно, как бы, пока мы его репетировали, выпускали, уже можно было там, в принципе, ну, как бы, у спектакля такая нехитрая специфика, как бы, как мы так в шутку называли, такой канал-карусель, то есть для детей максимально, ну, такие, кукольные ротики такие, как говорил режиссер, но при этом, да, не пропуская там оценок, все как бы, ну, все как положено. В этом спектакле вообще очень легко играть, потому что много как раз вот интерактива с детьми, и каждый раз мне всегда нравится, потому что это, ну, такая, ну, своего рода импровизация, потому что ты не знаешь, как дети будут за всем наблюдать, как ты будешь выкручиваться от всяких там вопросов, например, когда там Незнайка всех нарисовал портреты, дети кричат, а себя нарисуй, себя нарисуй, и у тебя есть там секунда, чтобы либо отреагировать, либо не отреагировать, и ты им говоришь что-то вроде там, а я еще автопортреты не умею рисовать, и дети... Получается полное слияние зрителей... Очень, очень полное слияние, дома меня чуть не разорвали в одном месте, но был момент просто, когда Незнайка спускается в зал, и дети как бы останавливают его, вот, но это уже было, как смешались кони, люди, вот, все смешалось, ну, конечно, это шутка, но да, полное слияние, потому что дети, ну, здесь особенно, кстати, вот дети, я не знаю, мне очень понравилось, несмотря на то, что, ну, где-то шумно там было, где-то приходилось перекрикивать, но с детьми можно было договориться, ты им так показываешь, показываешь, они сразу, мы поняли, то есть, ну, как бы с детьми всегда в этом смысле, ты либо, ну, взял внимание, да, взяли, либо ты взяли внимание, либо, ну, как бы не получается немного, что-то не выходит. А вот как вам удается удержать внимание зрителя? В чем секрет? Ну, это, знаете как, это не секрет, это, ну, в принципе, как бы актерская работа, да, она такая и есть, то есть, это какие-то крючки, да, заманивание такое различными способами, ну, способов может быть сколько угодно, у каждого они свои, кто-то, там, не знаю, каким-нибудь там жестом берет, там, пластикой, да, голосом, способов воздействия много. Я не знаю, чем мне удается брать, не знаю. А сколько времени занимает театр вашей жизни и хватает ли времени на личную жизнь? Ну, сейчас, на самом деле, театр занимает, ну, не так много времени, как вот во время обучения в институте, потому что в институте это, ну, каторга — это там плохое слово, это с восьми до восьми до в института, у тебя может быть там по три пары актерского, две пары сцен движения, там, танца, потом вы остаетесь, репетируете какие-то там этюды туда-туда-туда, что-то придумываете, причем мастер говорит, завтра жду от всех этюды. Тебе нужно себе придумать этюд, еще где-то там поучаствовать у других, потом сделать там домашку туда-туда, прийти домой, а в институте нельзя оставаться всю ночь, там у тебя есть только час, одна аудитория там, где вас там куча. И вот в таком сумасшедшем ритме, ну, как бы это тоже такая своего рода закалка, чтобы, ну, многие думают, что вот учиться на актеров — это очень легко, это весело, это весело, но уже потом, когда ты, ну, как бы влился вот в этот режим, и ты просто, ну, как бы приобретаешь такое важнейшее качество, как стрессоустойчивость. У нас часто бывает такое, что, ну, как бы, ну, многие не выдерживают, мы работаем в целом очень щадяще. У нас сейчас, ну, как бы есть две репетиции, да, две точки по там, ну, три часа. Бывает продленкой работаем. Бывает, ну, третий вызов. Бывает, мы там играем спектакль, репетиция, там, еще одна репетиция. Но в целом, вот честное слово, это не сравнится с тем, что было в институте, потому что в институте тебя нагружают максимально, чтобы ты потом уже знал, что, ну, как бы тебе ничего не страшно, тебя закаляют. Вот, ну, тем более, когда это тебе приносит удовольствие, это твоя работа, потому что без удовольствия, ну, зачем тогда работать в театре? Это, ну, сумасшедшая просто работа, ну, бессмысленная с точки зрения нормального человека. Расскажите, вот, какие итоги можете подвести в завершении сезона? И какие цели и планы на будущее время? В завершении наших обменных гастролей мы можем сказать, прежде всего, следующее, и поблагодарить, на самом деле, этот большой проект Росконцерта, который реализуется Министерством культуры Российской Федерации. Мы отработали, и, как бы, сегодня мы уезжаем домой. Послезавтра у нас на нашей сцене, то есть мы открываем наш новый сезон, открытие сезона, поэтому мы едем прямо, как бы, сразу в новую работу. Все театры сейчас идут в новый сезон, мы тоже через... Послезавтра открываем новый сезон, поэтому всем больших успехов. Республике большое спасибо за теплый прием. Приходил ваш министр культуры и так пообщался со сценой, с детьми, и поблагодарил нас, и мы за то, что мы принимали, что мы приехали, и мы были, конечно, очень рады тому, что министр нашел время в своем плотном графике в середине рабочего дня приехать на наш спектакль. Это очень-очень ценно и приятно. Всем большое спасибо, прекрасной осени, крепкого здоровья, удачи, творческих удач, побед, и всего самого доброго. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. До свидания. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин